Тоже, о чем буду говорить сегодня, опять же, связано с тем, о чем сегодня пели Агнец Божий, о том, что говорили из Торы. На самом деле, там очень интересная вещь есть. Ваера начинается с того, что если, то есть, если кто-то из вас захочет принести жертву, то она должна быть такой-то. У Бога всегда есть условия взаимоотношений. И на самом деле, люди, которые изучают Библию, особенно среди христианского народа, они считают, что книга Левит, это уже книга, которую можно быстро проскочить. Начинаешь читать, за что нужно жертву приносить, и тут сразу включается механизм. Мы не под законом, мы под благодатью. Иисус покрыл кровью Своей все остальные грехи. Поэтому давайте перейдем от этой книги, которая очень сложная, к тому, что реально Иисус за все заплатил. Но там именно конкретно написано о том, что если человек, то есть, если кто из вас захочет принести жертву, говорит о том, что у Бога есть план, план взаимоотношений. И изначально у Бога захотел отношения. Говорит, если кто-то захочет из вас, а кто из вас иногда не хочет приходить в общину? Понимаете, о чем я говорю, да? Если вы захотите прийти, то есть, если захотите принести что-то, тогда Бог говорит, а теперь будем на моих условиях. И это условие не человеческое. Приду, сяду, посмотрю, рассмотрю, как на жертву кистью сжигают. Нет, Бог говорит, когда ты захочешь принести, это говорит о том, что ты захотел иметь взаимоотношения. А мои взаимоотношения будут только на моих условиях. Поэтому жертву за грех, за всего мира, Бог говорит, это жертва на моих условиях. Не как человек хочет. И как иногда говорят раввины, каким должен был быть Мессия. И они говорят, каким бы они хотели его видеть. А Бог говорит о том, что будут мои условия. Вот на таких условиях. И это неоспоримое и даже не подлежит рассуждению, как Боже, в человеческий или не по-человечески. Вот это как бы часть к нашей торе. Сегодня хочу сказать, что я очень рад быть с вами. Утром меня встретились с поезда, с корабля на бал. Аллилуйя! Потому что, говорю, на бал. На бал, потому что здесь есть люди, и Бог явно присутствует здесь. Я хочу немножко рассказать о том, о нашем путешествии. Меня не было почти три месяца. Но это не было время просто пролежать, поспать, почитать что-то. Это было время, когда мы участвовали в нескольких служениях. Мы проехали с Татьяной на машине только около 15-20 тысяч километров в разных местах. Мы были от восточной стороны Соединенных Штатов, в местах, где идет молитвенное служение 24 часа в сутки. Это интернациональный дом молитвы, если вы слышали об этом. Там побыли в там служение и общались с людьми. И они говорили, для нас Бог поднял это время молитвы. Первая – это Израиль. Первая часть нашего молитвы – это Израиль. Вторая часть, по шуму вашему удивлению, это за бывший Советский Союз они молятся. Поэтому там идет молитва 24 часа в сутки. Мы жили в гостиницах, где мы слышали, как люди, которые выше нас жили или по стороне, у них 24 часа разделено по 2 часа у них служения. И вся команда, они посвящены на это дело постоянно в молитве. Очень интересно и удивительно, что там Бог делал. И можно было прийти, присесть сразу в молитве. От тебя как бы ничего не требовалось. Но люди выстраивались целую, как бы там, если там шла молитва, например, за молодежь, выстраивалась очередь, выстраивается. И буквально там 2-3 секунды молитвы. И раз, 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 вот такие вот движения были такие. Вот это удивительно. Потом мы путешествовали, поехали на западную сторону, в Калифорнию. Многие из вас слышали, это Билл Джонсон, да? Слышали? Кто-то из вас слышал Билл Джонсон? Представьте себе маленький городок, 80 тысяч человек, население Рейдинга. 80 тысяч. Много или мало? Ну, по сравнению, миллион двести тысяч у нас в Одессе. Там, пускай, 80 тысяч, это даже, даже не Котовский, это самое, где-то, не знаю, это Ильичевский, может быть, как Ильичевский, может быть, где-то так. И смотрите, в этой церкви, как бы, находится почти 6 тысяч человек. 80 тысяч город и 6 тысяч количество людей. Мы приехали на первое собрание, это 8.30, первое собрание, а второе идет в 11. Мы приехали в 20 минут 8-го, нас в зал не пустили. Знаете, почему? Не было места. Не было места. У них еще есть комната, например, вот здесь у нас собрание центральное идет, да, а будет на третьем этаже, будет там стоять тоже аппаратура, большой экран, и туда будет переносить. Та комната переполнена, центральное собрание переполнено. Люди, вот идет прославление, они, как селедка-то, столпились вот так вот, и славят Бога. И присутствие Божье очень интересное. Я впервые, как бы, увидел счастливую церковь. Я впервые, как бы, ну, как бы сказать, я видел людей, в других церквях, они радушные, они любят славить Бога, все. Здесь же я увидел церковь, которая счастлива в том, что они, кто они есть. Это люди там очень такие открытые, они служат Богу. Там попросили, как бы, люди, кстати, у нас есть гости. Они спокойно, с первого ряда встали, улыбнулись, садитесь, пожалуйста. И в день, что бы ни делал, они все служили, служение, служение, служение. Мы прошли через всю систему, что они происходят. Городок не имеет никакой индустрии. И он переполнил людьми, которые слюбят Бога. Пятнадцать, примерно пятнадцать магазинов города запретили приходить членам общины или членам церкви к ним в магазин. Там даже надпись такая была. Почему? Потому что цель их не была, это евангелизация. Цель евангелизации. Потому что Писание говорит о том, что мы являемся золотом, которое очищается Богом. Вот найти это золото, у них есть как бы служение, называется «В поисках сокровища». В поисках сокровища. Самое великое сокровище в этом мире и вообще для Царства Божьего – это кто? Это люди, это личности. И в каждом человеке найти нужно золото. И вот они это практикуют. Потом называется у них еще служение, как бы такое, поджигатели. Ну, не по-английски, я просто перевожу. Поджигатели. Что это значит? Они центральным служением, как бы основным служением – это является излияние Духа Святого, прикосновение, сверхъестественное прикосновение. Пережить Бога сверхъестественно. Это то, что фактически и было движением во время шоу миссии и так далее, чтобы Бог касался через нас людей, изменял их по причине молитвы, ходатайства. Молитвы там были большие. И там также два раза в месяц у них проходит, называется, комната исцеления. Мы были там, на этих комнатах исцеления. С 9 до 12 часов это проходит комната исцеления. Было 868 человек прошли через комнату исцеления. И были великие там исцеления, чудеса происходили. То есть они как бы целенаправленно двигаются сверхъестественным. И это не было, как пастырь постоянно там везде находится, или старшие служители, они там находятся. Но видно, что они основали, сделали основы для людей, чтобы они двигались в этих направлениях. Одной из тем евангелизации, Боря был в прошлом году в Николаеве, этот способ они использовали. Потому что приезжали как раз оттуда и учили. Очень простая вещь. Кто из вас мотивирован пророческим даром? У кого есть, или кто понимает, что у него есть пророческий дар какой-то? Если три человека, вы что? Все остальные стесняются. Все рекомендации дают со стороны пророков, что уже делать, но стесняются рассказать что-то так. Смотрите, что они делают? Вот это называется в поисках сокровища. У них есть разработанная тема, что каждый член общины должен пройти через эту подготовку. Что это значит? Они собираются вместе, они знают, что Бог говорит сегодня. И сверхъестественно говорит. Путем сновидения, пониманием каких-то вещей. И у них есть список такой, небольшой список. Собираются 4-5-6 человек. И говорят, давайте будем молиться. Они начинают молиться. Если надо час, надо час молиться. Два, значит два часа нужно молиться. Пока они не чувствуют, что Бог говорит. И, например, у них там есть такой список, что я чувствую, что нужно будет человек, который я встречу, будет, например, на привозе будет человек. Бог говорит, на привозе. В такое-то время, например, он будет так-то одет, это будет женщина или мужчина. У них какие-то будут, например, какая-то болезнь, либо какие-то симптомы болезни. Там есть просто список, они чувствуют, что это говорит. И потом эта команда соединяется и начинает проверять, что Бог говорит. Если совпадает это все, они тогда верят, что это Божье направление. По этой причине их не пускают в магазины. Они приходят туда, там, 3-4 человека, и так вот ходят по магазину. Потому что они смотрят на то, что Бог показал. И смотрят, молодой человек в этом прилавке, выбирают, что Бог показал, там, мед, да, смотри, сладкое, возле меда. Точно, это он, там, раз, подходит, там, и говорит, вы извините, пожалуйста, такой вопрос странный. У нас есть игра такая, называется, найти сокровище. Это сокровище вы, вот что Бог показал нам. У вас есть такая там почка болит, он такой, да, что-то у меня побаливает, мы за вас помолимся. То есть, вот так вот, и людей в общину. Молодежь там, она просто переполняет церковь. С самого утра, там, в холле, с утра, там, как бы, молодежи, как бы, молодежи, как бы, нет прохода. Что они делают? Они там собираются группками, молятся. И если люди просто там, у них там кафе, сидят в кафе, там, еще что-то делают. Смотришь, молодежь ходит, и там, халлилуйя, там, молятся, молятся. У кого там, у кого там, у кого там, рука будет, запястье? Ребята, там, мужчина, там, есть какие-то? И люди спокойно, говорят, у меня, слушайте, у меня, молодежь подошла. Говорят, сразу, давай, давай, боли, да, давайте будем за вас молиться. И так серьезно. То есть, они верят в то, что написано в Евангелии. Это не просто убеждение, это испытанные на практике вещи. Это действует. Поэтому мы говорим, что что-то, если 80 тысяч человек, городок, в котором ничего почти нету, не производят ничего, и даже в ресторане почти нормально, не было куда сходить. И эти люди, они, как бы, создали общину, которая из 6 тысяч человек. И они молятся Богу, они славят Бога, они ищут, чтобы Бог действовал сверхъестественным. Это возможно фактически для каждой общины. Мы были просто под впечатлением. Там был не только я и Татьяна, там был Борис Саулович приехал туда, Олег Щербаков приехал, Вадик с Бердичева, как раз они там начали в Сан-Диего маленькую общину еврейскую. И потом приехал еще Александр Эпп, если кто-то знает, из Германии, там одна из больших церквей русских. И мы просто были под впечатлением, насколько люди открыты к действию. И старики, молодые. Особенно интересно, что я вышел из зала, как бы мы разговаривали, смотрю, маленькая коробочка. И там внутри коробочки, кто знает, что такое беруши? Для того, чтобы вставлять, чтобы, ну как бы от шума. Там куча этих специальных наушников, как я бы сказал, чтобы закрыть себе уши. Я говорю, а зачем? Они говорят, ну и старики, как говорят. И там много людей, которые уже в пожилом возрасте, а музыка там громкая. И нету какого, знаете, состояния, музыка громкая, когда сделают тише, молодежь. Этого нету. Спокойно. Люди понимают, что Бог действует, взяли эти вещи, вставили себе в уши, сзади стоят, и никаких проблем нету. Но участвуют все, потому что знают, что Бог действует. Там мы потом пошли еще, в среду было раз в месяц, они делают, называется «Служение, ходатайство на барабанах». Мы думаем, что такое? Мы пошли туда. Конечно бы, для нас такого, это не приемлемо для нашего, для украинского народа, здесь вообще как бы для тех, кто живут на Украине. Подумали, что мы как бы там, не знаю, шаманство какое-то, или что-то еще. Барабаны, разные барабаны. Человек 20 на барабанах, и там движ такой начался, всякие. Я понимаю, что там Колорадо было, и там индейцы все. Но звук, конечно, там еще, ой, ой, вей, надо было еще идти смотреть, где-то все громко очень. Но они ходатайствуют, начали ходатайствовать за народ, за новые президентские выборы. Им позволяют делать. И они делают, они желают, они делают. Вот вопрос сегодня, желание верующих людей быть в помазании Божьем. Вот мы пережили это. Конечно, еще больше и много-много других вещей. О чем хочу говорить? Я хочу начать с интересной темы, которая написана в Евангелии от Матфея. Ишуа перед Вознесением Своим, перед самым тем временем, когда Он был взят, Он говорит такие слова. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, погружая, крестяя их во имя Ишуа, Мессии Отца и Святого Духа». То есть, и дальше, «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века». Интересная мысль, то, что Ишу был вознесен, Он говорит, «Нечто для вас есть новое. Я хочу, чтобы вы проповедовали Евангелие и приобретали учеников для Меня». И более того, вы когда будете приобретать их для Меня и погружая их в реальность Отца, в реальность Сына и в реальность этого Духа. Многие люди, верующие, они понимают реальность Бога, потому что сегодня сопротивляться, что Бог есть или нет. Очень часто люди больше склонны, что Он есть. Он где-то есть, потому что все, что мы видим, трудно не сказать, что Бога нет. Понимают, что ходят в церковь, потому что Иисус умер, Ишу умер за людей на кресте, и понимаем, что Он есть агнец Божий, о чем мы говорили. И верят в Него, в реально, что Ишуа, Иисус был такой, бодка личность. Следующее, от чего больше всего церковь или верующие отстрагаются, это о реальности Святого Духа. Та реальность, которая делает верующих счастливыми. Самые счастливые люди на земле, это те, которые знают, кто есть Бог, знают, что их жизни искуплены, знают, что через их жизнь могут измениться другие жизни. И не боятся. Идут на реальность таких вещей, как проповедовать Евангелие, говорить людям, молиться за исцеление, за освобождение. Это есть наследие, которое оставлено для нас здесь, чтобы Евангелие сопровождалось сверхъестественным. И то, что отличает мессианское движение от, например, от хасидского движения или же ортодоксального служения, мы можем на самом деле сегодня сделать очень много еврейского здесь. Вам станет тошно от того, что мы можем сделать. Выносить Тору постоянно, ее читать, начнем по буквам, не прикасаясь пальцем, только специальным инструментом. Потом сделать литургию одну, вторую, третью. И можно сделать много религиозных движений, но то, что делает реальным мессианское движение, и то, что верующих первого столетия делало, это наследие, которое Ишуа оставил для нас, вот Дух Святой. И это нужно переживать. Здесь он говорит о том, что идите и сделайте для меня учеников, то есть последователей. Интересная цель. Ишуа, Агнец Божий, мы говорили об этом. Мы пели об этом. Сегодня Сергей говорил о том, что жертвы, которые приносились, или закон о приношении, фактически косвенно они показывали на жертву мессии. И для нас это важно, потому что, когда Ишуа пришел, он заявил о себе простым движением, как бы, в своей жизни. Это быть подчиненным Божьему водительству. Бог ввел в этот мир. Иоанн, когда увидел Иисуса идущего, он сказал одну вещь. Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грех всего мира. Для большинства людей, не из евреев, этот термин абсолютно ничего бы не сделал. Если бы вы, как неверующие люди, когда услышали бы про проповедника, говорит, Иисус Агнец Божий. Для вас бы даже не понимали, что это значит. А два ученика, которые были Иоанновы ученики, в то время это было популярно, иметь учеников, когда они услышали о том, что Иоанн говорит, пророческие слова, говорит, вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира. Не только наши Израиля, а всего мира. Эти два ученика сразу последовали за Ишуа. Они последовали за Ишуа. Зачем? 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 Вот овца Божия. Зачем? Когда я ехал сюда, Господь именно проговорил мне. Эта проповедь моя очень старая. Многие из вас, которые уже присоединились к общине несколько лет, они не слышали этой проповеди. И Бог говорит, возьми это. Говори об этом. Центром жизни человека становится Мессия, Агнец Божий. Два ученика последовали за Ишуа, и следуя за ним, Иисус поворачивается и говорит им, что нужно? Что надо тебе, старче? Помните, да? Сегодня, если бы вы ишли бы по, будем говорить так, по дальней Молдаванке, либо по дальнему поселку, вечером, за вами следовали два человека, вы поволачиваетесь к ним, и вы, что надо? Они сразу к вам очень простым еврейским вопросом. «Где живешь?» Что вы бы сделали? В самую быструю передачу бы сразу включили, и сразу вспомнили фильм «За перегоны» какие-то, и вперед, быстренько, 11-й автобус начинает лететь, как феррари, быстро домой, потому что не знаю, что происходит. Но эти два ученика говорят, «Рабик, где живешь?» Ишуа делает одно движение или как бы выражение, которое, как шокирует меня, он говорит, «Следуйте за мной и посмотрите, идите за мной». Они пробыли там какое-то время. Андрей идет, находит своего брата Петра, то есть Симона, и говорит ему мысль, которая очень удивительна, «Мы нашли Мессию». Проведя с ним какое-то время, с Ишуа, они понимают, что это Мессия, что-то произошло в Христе жизни, они приходят и говорят, «Симон, наконец-то сбылось, мы нашли Мессию». Любопытство о том, что есть агнец Божий именно влекло евреев туда, потому что они понимали, что этот символ, символ освобождения. И Писание говорит о том, что кровный косяках будет знамением для меня. Бог говорит, это будет знамение, это пасхальное движение, Божье проведение для освобождения. И когда Иоанн говорит, вот агнец Божий, они понимали, вот наша свобода, вот наконец-то пришло освобождение. говорит, Ребе, где живешь? Мы хотим провести немножко этого времени, узнать, в чем же сила твоего прихождения. И не говорили, что Мессия. Но когда они провели с ним время, они были убеждены, что это Мессия. Потому что сразу вспомнилась Исаия. И вспомнились другие. И они идут, и Андрей находит своего брата. Говорит, мы точно нашли. А знаете, как Петр чем занимался? Он был рыбак. Он был рыболовом. Андрей его берет с рыбалки, ведет его кто знает где, приводит и говорит, вот Мессия. Петр посмотрел, еще Симон, с сегодняшнего дня будешь ты камнем. И, наверное, Петр поворачивается, Андрюша, ты, наверное, что-то ошибся. Мне это, что я камень, мне теща каждый раз говорит, не подъемный, не нашел. Знаешь, такого Мессия кто-то пророчествует, я уже давно видел. И на самом деле что-то произошло, потому что ни Андрей, ни Петр не последовали за ним. ни Андрей, ни Петр не последовали за ним. Вопрос у меня будет очень простой. Зачем? Для чего? Ради кого и чего мы следуем за Мессией? Многие люди ищут конференции, чтобы им попророчествовали. И многие ищут конференции, чтобы им исцеление произошло. И Марк описывает очень интересную тему. Помните, мы говорили, Шо говорит такую вещь, что идите, приобретайте учеников для меня. И смотрите, Марка, первая глава. Как стать учеником Мишуа? Проходя же близ моря Галилейского, он увидел Симона и Андрея, брата его. До этого описывается, что Андрей привел Петра к Иисусу, к Ишуа. И тот сказал ему, что ты камень. Что произошло дальше? Возле одного моря он проходил, то есть Галилейского, он увидел Андрея и видел Симона. Написано дальше, брата его, закидывающие сети в море, потому что они были рыбаками. Как интересно. Интересная мысль, еврейская чисто. Если ты закидываешь сети, и по манере закидывания сети, люди определяли, ты профессионал или нет. Конечно, если я буду со своей удочкой еврейской, приходить закидывать, мне скажут, ты не рыбак, ты любитель посмотреть на поплывок. Но так как они закидывали сети, это говорит дальше, что ибо они были профессиональными рыбаками. Это была их жизнь, это был достаток, это было проведение, от чего они питались, это была профессия, и довольно сложная профессия. И чаще всего эта профессия, которая переходила от деда и еще отца, это было поколение, которые были рыбаками, и остается до сегодняшнего дня. И дальше он сказал им Мишуа, идите за мной, я сделаю, чтобы вы стали ловцами людей. В тот час, оставив свои сети, они последовали за ним. И как стать учеником Мишуа? Все чаще говорят, он сказал, закидайте, ребята, оставьте гиблое дело, последовать за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Написано и в тот час, в тот час означает как? Сразу же, ну, сразу же. Знаете, что здесь выражение, какое я увидел? И шоу проходит мимо, ведет их профессиональную работу, и говорит, это гиблое дело. богатым не станешь. И кричит, ребята, что-нибудь поймали там, нет? Оставьте гиблое дело, последуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Кто из вас понимает, о чем говорит ловцами человеков? Вашество, потому что, знаете, почему вы понимаете? потому что вы на самом деле верующие люди, поэтому понимали, ловцами человек проповедует Евангелие, да? Или нет? Да. Представьте себе, что вы неверующие. выражение пойдемте ловить людей чаще всего намек на бандитизм. Я вас научу на самом деле, как зарабатывать деньги, рыбой сытым не будешь. Я вас научу, как зарабатывать денег. И здесь написано, они оставили мгновенно все сети, побежали за ним. Ну, да или нет? Ну, послушайте, услышите, о чем я буду говорить. Я сейчас покажу вам, как это мгновение, то есть, как в тот час, как это в тот час означает длительный процесс. Длительный процесс. Итак, мы вспомним, что Андрей знает, что Ишуа есть Мессия. Он открылся ему, провел немножко время. Андрей идет, будучи взятым под впечатлением, он идет сказать своему брату Петру, начальнику все артели, говорит, слушай, мы нашли о том, о чем говорит Тора, мы нашли того, который был обещан, мы нашли Мессию, пошли посмотрим. Петр приходит, ему пророческое слово говорит Ишуа, и он говорит, все классно, Андрюша, пошли ловить рыбу, этим не будешь сытый. И он забирает его, потому что Ишуа, написано, что он был возле моря, и видел Андрея Петра. Удивительно то, что Ишуа был крещен Духом Святым, Сверх Силы, потому что во время погружения Иоаннова Дух сытый сошел на него. Потом он ушел в пустыню, был испытан, и начал проповедовать. И мы открываем вместе со мной, открываем чуть-чуть следующую несколько глав Евангелия от Луки. с 4 главы там и говорится о том, что Ишуа начинает проповедовать. Итак, он приходит в синагогу и ему дают книгу, помните, да? И он открывает Исаию, то есть то, что делали сегодня Танах, именно Тора и Хавтора. Открывается пророк и говорит, и Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим. И мы знаем историю. Он говорит, это сегодня исполнилось. С сегодняшнего дня я высвобожден для того, чтобы проповедовать Царство Небесное. Я проповедую, чтобы освободить людей от гнета, от болезней, от бесов и так далее. Я вхожу в служение. Написано, что они потом сильно обиделись на Него. И Его изгнали. Это в конце 29 стих 4 главы. Что они Его изгнали. Но дальше 31 стих 4 главы Луки. Пришел он в Капернаум. Капернаум учил там некоторое время. Как вы думаете, люди того местности, особенно мужчины, они что, в субботу ловили рыбу? Нет, конечно же. Что они делали? Одно единственное развлекательное место, это была синагога. Ну, правильно, нет? Ну, как бы, прийти нужно, ты обязан, день субботний, слышит Слово Божие. И как вы думаете, Петр и Андрей и все остальное артель была там? Была. Другими словами, они слышали о том, о чем говорил Ишуа. Учение, которое он говорил. Итак, мы видим первое достижение Петра. Ишуа видит человека заранее, он знает, что он хочет с ним сделать, и он достигает его. Первое достижение, было пороческое достижение, говорит, Симон, сын Иоанин, с сегодняшнего дня буду за тебе камень. Он говорит, спасибо, я пошел ловить рыбу. Ишуа приходит к нему в синагогу и говорит, начинает учить. И изумлялись они учению, потому что слово его было совластью. Как вы думаете, Петр тоже там был? Думает, Боже мой, как он говорит? Но это не касалось его. Ни пороческое слово, ни слово учения, мудрое, не касалось его. А в синагоге был человек, имеющий нечистого духа. Вдруг Евангелие, которое проповедует Ишуа, сопровождается силой. Вдруг бесы стали понимать, что здесь Сын Божий и стали проявляться. Наверное, Петр сидел и говорит, сейчас начнется цирк опять, этот бесноватый, который постоянно в синагоге, сейчас опять проявится, Ишуа проповедует, он проявился, ну посмотрим, что он будет делать с этим. Конечно, что произошло? Ишуа изгоняет нечистых духов, но это сверхъестественное проповедь Евангелия и силы действия, которые проходят через Ишуа, не произвела в Петре никакого движения в сторону быть учеником его, следовать за Ишуа. То есть, ни пороческое слово, ни учение, уже ни изгнание бесов не смогло сделать Петра последователем Ишуа Мессии. Мы видим дальше, что происходит. Мы видим, что, выйдя из синагоги, он пошел в дом Петра. Да? Это у нас какой-то 38 стих. Выйдя из синагоги, это недалеко совсем было, если кто-то был в Капернауме, это совсем недалеко. Прямо напротив в центре села жил Петр. Он пошел туда, Петр был учеником тогда его? Нет, после синагоги пошел и пришел и исцелил тещу. Вот это. Зачем? Теперь она будет постоянно говорить об этом. А он идет и исцеляет тещу от горячки. Мы опять выйдем, сделали это сверхъестественное исцеление тещи последователем Ишуа. Петра сделала, нет? Нет. Абсолютно нет. Ишуа будет достигать. Он будет проповедовать. достигать тебя для того, чтобы ты имел отношение с ним. Пороческое слово не сделало его учеником. Учение, которое он делал, все удивлялись, не сделало это учеником. Изгнание бесов, которые люди ищут, не сделало это учеником. Исцеление, которое произошло с его тещей, ну как бы, ладно там соседом, с тещей, которая, ты знаешь, что она не симулянт, ты понимаешь, что он Бог исцелил, и тоже не сделало его учеником. И знаете, дальше написано некоторые вещи. А как при заходе солнца все, кто имел больных, всевозможные недруги, приводили их к нему, там же, в Киперному, и он возлагал руки на них и исцелял каждого. Это очень интересные вещи. И дальше посмотрим, что происходит. Однажды, пятая глава, когда народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божье, он стоял у Генесаретского озера. Помните, как мы говорили, Марк, он увидел, пацаны, ничего не поймали, оставьте, сети пошли за мной. Оставили, пошли. Однажды, когда народ теснился, он стоял у озера и учил их, потому что народ следовал за ним. Они хотели услышать нечто. А у Ишуа имел совсем другую мотивацию. Он ишел достигать Петра, потому что он сказал ему слово, которое сделает перемену. он увидел две лодки, стоящие у озера. И как вы думаете, что делали рыбаки? Моя хата с краю, ничего не знаю. Рэбе, вот у тебя есть там люди, которые толпа ходят, научи их, пожалуйста, у меня своих дел вот так вот, ну вот честно, вот здесь, у меня на работе проблемы, ничего не поймали, сети грязные, все, иди там, вот есть люди, синагога у тебя, теща, вот и к тещу вот это самое, там нормально, тебя примут, накормят, исцели еще, а мне, мои проблемы самые влажные, для меня трудности пришли, экономические. Не будет рыбы, не будет пищи, не будет пищи, не будет денег, денег не будет, дети помрут. Я просто мою, и толпа, опять он пришел сюда, ну что ему еще надо, я его слушал в синагоге, он был у меня дома, чего нужно было сюда прийти. Две лодки стояли, и дальше написано что? Войдя в одну из лодок, какой интересный момент, я что, один рыбак здесь? Сколько лодок есть? Почему опять в мою лодку? Было у вас такие вещи? Ты в жизни, Бог делал в своей жизни какие-то перемены, было прочисткое слово тебе, я немножко проигнорировал, чудеса и знамения произошли, немножко проигнорировал, и бесовы видел, как их сгоняли, но все проигнорировал. Но приходит момент, где Ешуа, не спрашивая тебя, приходит в твою лодку и нарушает весь законодательный порядок, который у тебя есть в жизни. Кто переживал эти вещи? Не хочешь, а он приходит. У тебя куча проблем своих, у тебя заботы свои, а он приходит, хуцпа еврейская, да, такая наглость, достигает, говорит, заходит, лодка говорит, Петр, отплыви немножко. Он говорит, почему я? Почему я постоянно крайний? Андрей к меня бьет с работы, гонит меня туда, в горы, и он приходит, мне говорит какое-то слово, что я камень. Вот спасибо. А почему он опять у меня? Что ему от меня надо? И каждый из вас очень часто спрашивает, что Богу от меня надо? Что ему от меня надо? А он придет и изменит твою лодку. Он заставит тебя отплыть, даже так, когда у тебя очень много заботы и проблем. Когда ты сидишь, отечаешь свои сети и думаешь, пастор, что ты там говоришь? Какой седр? Какая молодежка? Какие там служения молитвенные? У меня столько проблем, вот там есть чуть-чуть людей, вот ты с ними занимайся. И когда мы говорим, как послужителям, многим людям, мы пытаемся войти в вашу лодку и изменить ваше состояние обыденности, в которой вы живете. Ишуа заходит в его лодку, чтобы изменить обыденность его состояния и отплывает. И как вы знаете, он отплыл от берега и сел, и стал учить. Когда пастор, или проповедник, садится и начинает учить, это означает, это будет долго и очень долго. Но смотрите, что следующее происходит. Когда он перестал говорить, четвертый стих, Симон, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь ваши сети, закиньте ваши сети. Отплывите на глубину и закиньте. И сказал ему Симон в ответ, наставник, все хорошо, нет проблем. Ты плотник, я рыбак. Я рыбак, отец мой рыбак, дед мой рыбак. Поэтому Марк говорит, что они были профессионалами, знающие свое дело. Чаще люди, которые не знают свое дело, пошли ловить рыбу, пошли, им все равно. День, ночь, закинул удочку и смотри на поплывок. Этот говорит, нет проблем. Мы всю ночь ловили. Мы знаем, когда рыба клюет. Мы знаем, где у нее нерест. Мы знаем, какие течения. Мы знаем, где ее ловить. И мы ничего не поймали. Поэтому мы все же поймали, сегодня очистились сети. Чью-то обувь там забыли. Пару, может быть, скелетов этих римлян, которых потонули так случайно. Там еще какие-то вещи. Ничего не поймали. Но дальше он говорит такие слова. Но по слову твоему закинул сеть. Как вы думаете, по какому слову? Какая у Петра вера? Вы посмотрите, если он не верил, что он мессия. Пороческое слово. Исцеление. Ничего не сделало ученикам. О чем вы говорите? Какая вера? А он чаще всего говорит, потому что он сказал, закиньте. Он даже не знает, что это мессия. Когда Андрей привел его к Ишуа, тот ничего не сделал. Тот собрал свои вещи, пошел ловить рыбу. Здесь он говорит, закину по твоему слову на основании того, о чем ты говорил до сели. О чем учил Ишуа, не сказано абсолютно. Но то, о чем он учил, по этому учению, я закину сети. Хотя мы ничего не ловили, не поймали, но закину сети. И когда он закинул сети, вдруг там, где находится мессия, рыба и всего озера стала собираться. Потому что там было Божие провидение. И очень интересно, почему? Почему именно тогда? Я скажу так, именно когда у тебя кризис твоего, я не говорю бизнеса, твоей жизни. Чаще всего, не тогда, когда у тебя есть какое-то изобилие, но то время, когда у тебя есть кризис твоей жизни. Когда ты не знаешь, что делать, и тебе все равно, что происходит в синагоге, что происходит там, чудеса и знамения. Ты можешь, и хотел бы, чтобы это происходило, но в твоей жизни явный кризис, ты убираешь эти сети, у тебя есть эти проблемы, сложности. И Ишуах хочет изменить тебя на твоем профессиональном позиции, когда изменить то, чего, как бы сказать, естественно, произойти не могло, и ты не понимаешь, почему это не произошло. Бог хочет войти и сделать это сверхъестественным. Есть сенс? Нет? То есть, другими словами, когда у тебя есть ситуация в жизни, и ты уже испытал учение, пророчество и все остальное. И все, что Ишуа хочет, это войти твою лодку, чтобы ты отплыл от суеты своей и сказать тебе слово, которое сделает тебя другим совсем. Совсем. Ты станешь немножко другим. Написано, что они поймали огромнейшее множество рыбы, что настолько много, что сети их прорывались и дали знак товарищам другим в лодке. Там есть уже почти половина учеников, которые остались следовать за Ишуа. Они пришли и наполнили обе лодки так, что они едва не тонули. Увидев это, увидев это, разве он не видел раньше его? Разве он не видел Ишуа раньше, привел Андрей, видел Ишуа? В синагоге видел Ишуа? Изгонял беса, видел Ишуа? Исселял тещу, которая была в его доме, он был в его доме. Видел это все? Видел, как чудеса происходили прямо на улице, когда он ходил и исселял людей. Но вдруг, он говорит, увидев это, Симон Петр припал коленем Ишуа, говорит, отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный. В чем грех? В чем грех? А? В чем грех? Самый большой грех, это грех неверия. Чтобы вы знали. Неверие помешает тебе наследовать Царство Божье. Потому что все, что мы воспринимаем от Бога, мы должны воспринимать верой. Даже те жертвы, которые, как говорил Сергей, они должны были делаться на основании веры. ты должен был верить то, что Бог сказал, оно сделает тебя свободным. И то, что Он запланировал, сделает тебя как бы человеком, который ты будешь другим. И здесь Он говорит, отойди от меня, потому что я грешный. Я не поверил тому слову, которое ты говорил в синагоге. Я не поверил тому слову, которое сказал Андрей о тебе. Я не поверил, когда ты делал чудеса и знамения, когда подтверждал свое слово сверхъестественное. Я не поверил, потому что у меня свои личные проблемы. А я хочу теперь знать того, никто сделал это чудо, а тот, кто в моем критическом положении дал мне полную возможность выбора. Если бы мы были вовыкновенной, харизматической или там в движении процветания, мы бы сказали, вот это да, вот это по-нашему, все хорошо. И шо, у меня есть предложение, небольшое тебе. Каждый раз, когда ты будешь мимо синагоги проходить, не забудь зайти немножко, скажи, что ты есть. Мы после синагоги в субботу нельзя, мы рано утречком, в воскресенье, чтобы не нарушать в субботу, рано утречком мы будем выплывать в море. Зачем мне ночью что-то делать? Мы утречком будем выплывать в море, будем ловить рыбу, будем ее продавать на базаре либо прямо в Иерусалим. Там мы сделаем больше денег, чем мы делаем всегда. Мы построим самую большую синагогу. Ты знаешь, сколько голодных, мы накормим всех голодных. Эта земля, где мы живем, она будет совсем другая. Мы построим наше свободное мессианское движение. Мы там начнем делать евангелизацию. Вся иудея, все израильтяне. Мы по всему миру пойдем, но только приходи, мы сделаем большую компанию Ишуа, Петр и Ко. Можно было бы это? Не-не-не, послушайте, это то, что позволяло Петру на чем жить. Это его была профессия. Большинство людей так поступает, как только Бог сверхъестественно вмешался в их жизни и приходит, говорит, Ребе, у меня свидетельство есть, у меня прорыв в бизнесе, у меня там еще произошло, мы стали как бы таких богословенные. И вдруг Петр делает то, о чем здравый человек в сегодняшнее экономическое положение делал совсем другое. И сказал им Ишуа, не бойтесь, отныне будете ловить людей. Какая большая разница между Марком и Лукой? Какая большая разница в тот же час оставили сети и пошли за ним? Они оставили всю рыбу после того, как Ишуа изменил их жизнь. Сегодня я задам вам тот же вопрос для многих для многих из вас. Зачем следовать за ним? Почему мы верим в того, в кого мы верим? Почему мы приходим сюда и делаем то, что мы делаем? Что заставляет нас следовать за ним? для евреев того времени особенно для Андрея было достаточно? Услышишь, что это агнец Божий, который возьмет грех всего мира. Для меня это достаточно. Он тот, кто возьмет мой грех. Предверие Пасхи, которую мы будем праздновать, Песоха, я говорю это, чтобы мы приготовили себя не для того, чтобы покушать Пасху, сделать седр, а посмотреть, что двигало общиной Божьей проповедовать Евангелие, делать учеников и что заставляло их на самом деле быть другими. Если только мы надеемся, что мы будем всегда исцеленные, тогда мы живем ради этой жизни. Если мы будем думать, что мы сейчас только увидим изгнание бесов и исцеление других, или пороческие слова, или хорошее учение, ради этого жить? Я хочу жить ради того, как Павел говорит, чтобы познать Его, кто познал меня и отдал себя за меня. Возлюбить Бога всем своим сердцем, всем своей крепостью, всем естеством своим, чтобы можно было последовать за Ним туда, куда Он пойдет. Знаете, Петра не пославляет, все, идите, ловите рыбу, идите, ловите людей. Он говорит, следуйте за Мной, последуйте за Мной, я сделаю вам что-то. И для них это самое главное, сегодняшнее время для верующих людей осознать то, кто есть Мессия, кто Он для меня и для вас также. Услышьте меня. Я также хочу сделать особенное такое, переключиться на одну вещь. Несколько лет назад у нас в гостях был Максим Максимов. после служения мы вышли на улицу. Часть моего энтуража для мотоцикла была одна мотоциклетная каска, которая послужила для серьезных потом изменений. Я верю, что ничего у человека в жизни не происходит после атак. Бог всегда что-то делает для того, чтобы исправить нас. Павел говорит, что да, на мне было жало в плоть. Мы не знаем, что это за жало, болезнь это была или что-то другое. Но Павел был очень крепким человеком. Он в свое время обличил Петра. И Петр был весьма благодарен. Этот казус многим из вас прислали по интернету. Казус, который произошел, многие его видели. Я пытаюсь не скрывать того, что произошло. Уметь в виду, я не рад тому, что произошло. Было отснято, это потом кто-то его переделал и было выставлено это как обличение. На самом деле в христианском мире должны быть критики. Знаете, критики? Как есть критики в фэшн, как есть критики музыкальном, театральном, какие-то критики в кино. Люди, которые смотрят и критикуют, имеются в виду, что правильно, и что неправильно. И я понимаю, что то, что произошло, для меня стало сильно большой болью. Потому что я понимаю, иногда наши поступки, которые мы делаем, не задумываясь о последствиях, могут стать причиной боли. Для меня было это неприятно. Поэтому перед вами, перед тем, кто сейчас смотрит меня по телевидению, по интернету, я на самом деле, простите меня, что я там послужил соблазном для многих людей. Это было, думаю, что глупо. И это, простите, что так произошло. Я знаю, что мы можем сказать, мы все люди, мы все, но как Пасха, как служитель, как раввин общины, должен, может быть, думать по-другому. Я прошу, чтобы вы меня простили. Я не прошу, чтобы его, этот ролик, убрали, или как-то еще. Это не в моих компетенциях, но то, что оно послужило, мне послужило для того, чтобы смотреть, что происходит, и не ну, будем так, что делать. Нет оправдания этим вещам. Как бы, как бы я не пытался жить, знаете, вот, чтобы было четко было, никому не давать повода, никому не давать размышления, никаких вещей. Ну, видно, где-то есть жало вплоть, чтобы не возгордился, чтобы не сказал, о, все с умем, все правильно. Поэтому, если вы опять получите этот ролик, это в случайности, кто вам скажет, а вы знаете, что ваш ребятам на мотоцикле катается? Мотоцикл есть, это сам, энтуража, которая там при, при мотоцикле, этого нету, хотя одни, это ничего не имеет общего с тем, что, о чем было озвучено. Потому что, у нас, если вы помните, был Песах, театральный, там, где евреи были в Египте, потом, они были в римском гонении, были там преследования, также во время оккупации, и также у нас была каска, там, немецкая форма, никто к этому не придирался, но так как, извините, лицо я не такое, как и всех, поэтому можно было и поиздеваться немножко, но ничего, я считаю, что это для меня урок, и я, на самом деле, сожалею о том, что произошло. Пускай, на самом деле, Бог нас милует от глупых поступков, пускай Бог тоже благословит вас. Я делаю это для того, чтобы сказать, что я действительно люблю свой народ. Я недавно смотрел специально историю с семьей моей, доманские, знаете, я нашел старую фотографию, я не знаю, насколько он родственник нам, но в гетто была свадьба во времена оккупации в краковском гетто, и там фотография свадьбы, ну, там сидит невеста посередине кто-то в генарабе, и один человек, который так сильно похож на моего деда в юности, и фамилия Иосиф Даманский. Поэтому для меня это как бы честь, то, что это мой народ, это прошел численности через испытания, остался верным по одной причине, чтобы я рад, что мои деды покаялись, они приняли Ишуа своим личным спасителем. Я рад, что моя прабабка пришла и сказала, я нашла настоящую веру. Я рад этому. Я рад то, что я служу Ишуа не потому, что я что-то имею, а потому, что в моей жизни пошли перемены. Когда я дал ему свое сердце, зная, кто он, он стал для меня путеводителем через пророческое слово. Он освобождал людей, освобождал моего сына, исцелял его, поднимал из мертвых. Я знаю, что он это делает, но я знаю, кто он. Он мой Мессия. он ги. Субтитры создавал DimaTorzok